Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. Сегодня понедельник, а значит мы отвечаем на ваши вопросы. И сразу без раскачки, как всегда, первый вопрос. Здравствуйте! Зачем вообще нужны антидепрессанты с заведомо низкой эффективностью типа перлиндола или тритика, пипофизина? Если их есть чем заменить? Маркетинговые ходы? Вообще это очень хороший, но очень сложный вопрос. Когда создается антидепрессант, то очень трудно предсказать, будет ли он эффективным или будет низкоэффективным. Конечно, эти антидепрессанты, перлиндол, тритика, пипофизин создавались очень и очень давно, когда об антидепрессантах знали мало. Вот сейчас о механизмах действия антидепрессантов знают достаточно. И тем не менее, несмотря на это, все равно появляются антидепрессанты, ну типа вортиоксетина брентелекса или вальдоксана агабеллодина, которые низкоэффективны. Почему это происходит? Это происходит потому, что все равно наука развивается раз, и все равно какие-то появляются новые гипотезы или ответвления гипотез о возникновении депрессии. Соответственно, какой-то путь реализуется новый в синтезе антидепрессантов, с одной стороны. С другой стороны, представьте себе следующее. Это, конечно, не маркетинговый ход, но представьте себе, что фармацевтическая компания потратила миллиарды долларов на создание препарата. И вдруг у них препарат оказался слабым антидепрессантом. И что это значит? Это значит, что они не должны выводить его на рынок, то есть тогда они потеряют все свои деньги, которые они потратили на создание этого препарата. Конечно, они выводят этот препарат, конечно, они придумывают ему какую-то обертку, которая является маркетинговым ходом, и поэтому появляются новые антидепрессанты, которые мы называем недосантами. Еще раз говорю, что же касается старых перлиндола, тритика и попифизина, я думаю, что тогда было мало известно о том, какой механизм препарата лучше, как он действует. Да и возьмите вы попифизин. До сих пор, например, неизвестно, его мало кто изучал. Кто, на какие нейроны этот препарат действует эффективнее? На серотониновый, норадреналиновый. Так что есть это очень сложный вопрос. Каждый антидепрессант имеет собственную судьбу, собственную судьбу появления, и поэтому по каждому антидепрессанту нужно отвечать отдельно. Следующий вопрос. Это скорее коммент. Знаете, ваш канал со специфической лексикой знаний просто кладет знаний для тех, не всегда квалифицированных врачей, что прогуляли учебу и пропетляли до практикующих. А вы фактически доучиваете их, вы поясняете пациентам, что в чем они увлечены из-за своих редких и сложных проблем. Вы сильно помогаете им, делая постсоветское пространство лучше. Спасибо. Рубрика «Кремлевских врачей» сама по себе смешно звучит и о многом сообщает зрителю-слушателю. А еще выкраивание убогих YouTube-каналов с лайфхакингом за одним следил. И когда он скатился до формы, вообще офигел, насколько откровенно профан вещать на такую большую аудиторию. Там, наверное, необходимо жаловаться. Пожалуйста, вам еще одна жертва разоблачения. Ссылочка идет. Канал «Клевермайнд» у него в списке. То можно предположить, что он и есть один из его создателей. Решил чуть подзаработать на детях и самолечении. Что я вам хочу сказать. Спасибо вам, во-первых, что пишите комменты. Спасибо вам за то, что посылаете нам информацию. Она крайне полезна, потому что она действительно позволяет разоблачать всякое жулье. А наш канал, как вы понимаете, этим занимается довольно плотно. Вот что я хочу сказать. Автор этого коммента явно не понимает. К сожалению, не понимает. Он думает, что врачи, вот это все то, что я рассказывал, они прослушали. Это все является ликбезом. Беда состоит в том, что врачи, современные психиатры, вот эти знания, которые я им даю, им просто негде эти знания получить. Нет таких источников. Не существует. Их не учат такой психофармакологии, которую преподаю я. Так уж получилось. Поэтому, на самом деле, это не ликбез. Это, напротив, шаг вперед. И, конечно же, это шаг вперед и по отношению к больным. Потому что, если вы сталкиваетесь с врачом, и он вам преподает, врачи, амивидон, что-то должен вам рассказать о том, как действуют препараты. И если он не знает, если он плавает, потому что он не прошел нормального курса психофармакологии, просто можете посоветовать, чтобы он заглянул на канал Психофарм ТВ, где преподает на современные нормы. И еще раз говорю, очень важно, чтобы все слушали одни и те же лекции. И врачи, и больные, чтобы они умели разговаривать на одном языке. Но еще раз говорю, спасибо всем нашим комментаторам. Спасибо, что посылаете ссылки на различных жуликов. Следующий вопрос. А что можно сказать о неврологе, который при раздражительности остыни при постковиде сделал следующее назначение? Силанг. Смешать в одном флаконе с семаксом и капать в нос два раза в каждый носовой уход на внутреннюю стенку перегородки, закапывать две недели и хранить в холодильнике. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что, конечно, этот невролог безграмотный. Вы знаете, что у нас есть плейлист, он называется «Сага Семакси» или «Симакси», «Симакси», конечно. И эта «Сага Семакси» будет продолжаться, потому что мы далеко не все об этом рассказали. И потом мы перейдем к Силангу. И я вам честно скажу, Силанг ничем не лучше Симакса. В общем, я бы на вашем месте избегал этих назначений, это раз. Ну, а что касается невролога? Если вы вынуждены контактировать с этим неврологом, то постарайтесь по минимуму выполнять его назначение. И как только будет какая-то возможность, постарайтесь найти другого невролога. Я думаю, что это очень важно и вам поможет, потому что не все неврологи будут назначать такие вещи. Следующий вопрос. Подскажи антидепрессант для увеличения разнообразия эмоций и их амплитуды. Для увеличения разнообразия эмоций и их амплитуды есть очень много всяких антидепрессантов. Ну, например, такой антидепрессант, как любовь, как наука, увлечение, хобби, альтруизм, я не знаю, занятия какими-то социальными делами, вовлеченность в дела общества. Вот все это приносит разнообразие эмоций и увеличивает их амплитуду. Я не могу рассказать о себе, если у меня получалось найти что-то, чего, например, никто не знает на всей земле, пускай это какой-то небольшой фактик, но мне от этого, вы меня, извините, перло так, что, конечно, даже никаких мыслей о каких-то других удовольствиях, наркотике не было. Потому что это самая для меня серьезная эйфория, когда я узнаю что-то, что еще пока никто не знает. Ну, это потому, что я занимаюсь наукой. А для любого другого человека это может быть свое какое-то увлечение, свое хобби. Так что это и есть в этом случае истинные антидепрессанты. Следующий коммент. Роман Бекер абсолютно безответственный и пофигистичный человек. То, что он знает о депрессиях и тревоге, дореализации, деперсонализации, видимо, просто теории на бумаге, на практике не работает. Назначил мне тяжелый препарат в Альпраком в мае, чтобы сгладить синдром отмены бенза. На этот раз я долго на нем задержался, 3,5 глотал, сказал держать его в курсе о своем состоянии, но, как всегда, забил все мои сообщения на тему моей жизни и самочувствие пропустил, не открывает диалог и не читает по сей день. Видимо, не отвечает почти никому. Я даже закреп сделал, чтобы было видно самое важное. Если уж договорились, то нужно взять хоть какую-то ответственность, выделить время, когда можно обратиться. Либо корректно отказывать вместо неопределенности. Причем мы знакомы с 2014 года, он тупо мне в 2015 году таблетки рекомендовал и дозы, кормил пустыми обещаниями, что поможет в психотерапии. Лишь ходил вокруг да около, расстройственно не лечил. Я даже веб-камеру специально для этого купил и деньги предлагал. Созвонились мы один раз в 2016 году и один раз в 2017 году. Что я вам могу сказать? Конечно, Роман Беккер является известным авантюристом, жуликом. Я не боюсь этого слова, преступником. Потому что в нарушении российских законов, конечно, преступление определяет суд. Я могу называть его только человека, который нарушает законы. Это совершенно очевидно. Он занимается врачеванием, незаконным врачеванием в социальных сетях. Незаконным, потому что оно незаконно. И даже если бы он был врачом, все равно это незаконно. И незаконно, потому что он вообще не является врачом. У него нет никакого медицинского образования. Поэтому, конечно же, когда вы ему предъявляете претензии, что он вам не помог, ну что я вам могу сказать? А как вам может? Ну давайте тогда вы будете обращаться не к Роману Беккеру, я не знаю. Возьмете какого-нибудь там человека с улицы, случайного прохожего. И скажете, чтобы он заставить его помогать. Не поможет, конечно. Нужно обязательно обращаться к врачам. Не надо обращаться к авантюристам, к жуликам, людям, которые заведомо нарушают закон. Пожалуйста, посмотрите. У нас есть несколько роликов про Романа Беккера. Там, в общем, все полностью вот такие же сведения там и представлены. Конечно же, никакой психотерапии он вам не мог помочь, совершенно очевидно. И покупали веб-каверу абсолютно зря. Но еще раз говорю, это можно предположить. Пожалуйста, перед тем, как обращаться к кому-то, вы должны проверить всю его подноготную. Кто он, где он, у кого он учился, сколько он учился, чем он занимается, какие у него есть сертификаты. То есть, это все обязательно нужно проверить, прежде чем к кому-то обращаться. Следующий вопрос. Уважаемый Михаил Юрьевич, подскажите, пожалуйста, как лучше перейти с 30 мг циталопрама на Ракон? Очень хороший вопрос. Я думаю, что мы этому вопросу посвятим специальный ролик. Он, на самом деле, непрост. Если вы заглянете в инструкцию циталопрама, то вы увидите, что период полувведения циталопрама составляет аж 2 недели. То есть, если вы принимаете 30 мг циталопрама, вот вы прекратили прием циталопрама, а еще 2 недели, по крайней мере, у вас будет, идет снижение дозы и снизится только до половины суточной дозы, которую вы пригибали. Принимать же 2 препарата, относящиеся к одной группе селективным ингибитором обратного захвата серотонина, здесь, как известно, может возникнуть риск серотонинового синдрома. Хотя, на самом деле, мне кажется, что этот риск несколько переоценен. Тем не менее, несмотря на вот мое такое скептическое отношение к тому, что риск серотонинового синдрома в данной ситуации переоценен, я считаю, надо твердо держаться инструкцией. То есть, если в инструкции сказано, что между приемом одного САЗС и другого САЗС требуется перерыв в 2 недели, я думаю, что, в общем, этого и надо придерживаться. Хотя, еще раз говорю, я считаю, что риск осложнений при более быстром переходе, он минимальный. Тем не менее, поскольку вы будете лечиться, скажем, не у меня, а у каких-то других специалистов, то лучше перестраховываться и другим врачам. Я тоже советую перестраховываться, потому что, не дай бог, что-то случится с пациентом. Следующий вопрос. Док, к вашей этой теме хотел задать вопрос. Какими из этих препаратов можно усилить действие виллофоксин? И дальше идет перечисление. Атомоксетин, бупропин, рибоксетин и сибутрамин. Начнем с того, что атомоксетин и сибутрамин не являются антидепрессантами. Бупропин и рибоксетин являются антидепрессантами. Из этих четырех антидепрессантов сибутрамин является ингибитором обратного захвата серотонина, норадреналина и дофамина. Атомоксетин – обратного захвата норадреналина. Ингибитор рибоксетин – тоже самое обратное захвата норадреналина. Бупропин – норадреналина и дофамина. Смотрите, здесь очень важный вопрос. Вот вы все время думаете, что какую-то комбинацию можно составить очень просто. Берете два препарата, которые вам кажутся хорошими, и назначаете их вместе. Вся беда в том, что все они будут конкурировать за одни и те же белки. То есть, венлофоксин – ингибитор обратного захвата серотонина, норадреналина и меньшей степени дофамина. И они будут конкурировать с любым из этих препаратов, ну скажем, с атомоксетином, за один и тот же белок, который обеспечивает обратный захват норадреналина. И кто из этих препаратов на данном этом самом белке победит, неизвестно. Потому что на самом деле просто таких сравнительных исследований может не существовать. Поэтому рекомендуется сочетание антидепрессантов с разными механизмами действия. Ну, например, один действует на обратный захват, а другой действует на рецептор. Вот так производится современная комбинация антидепрессантов. Следующий вопрос. Расскажите про гаммозависимость. Лирика относится к таким препаратам. Лирика не является препаратом, который действует на гаммкаргические нейроны. И в этом легко убедиться. Для этого надо просто прочитать инструкцию. Теперь не существует никакой гаммкозависимости. Существует зависимость от психотропных препаратов, каких-то совершенно определенных. Очень многие препараты действуют на гаммкаргические нейроны. Гаммамин, действуют не на гаммк, а на гаммкарецепторы, скажем. На концентрацию гаммк. Там очень много таких препаратов. Препараты могут действительно вызывать зависимость. Но это не какая-то особая зависимость. Вот это очень важно, чтобы вы поняли. Зависимость от любого препарата, она очень похожа. Там есть, конечно, нюансы. Но все-таки это одни и те же симптомы. Ну, например, возникает синдром отмены при попытке отказаться от приема препарата. Или, проще говоря, абстиненция. Это толерантность, нарастание дозы. Когда все больше и больше дозы, она перестает действовать. И нужно давать еще и еще. Там есть целый ряд этих критериев, на которые можно опираться. Теперь, что касается зависимости от лирики. Я очень много рассказывал. Посмотрите, у нас есть габапентин плейлист. Там лирика тоже габапентиноид. Вот зависимость от габапентина и зависимость от лирики формируется по одним и тем же механизмам. Там это есть. Следующий вопрос. Спасибо. Оправдана ли связка перезидол-грандоксин при лечении СНД-депрессии средней тяжести? Один перезидол не вывозил, а вот ССС тотально пропадает оргазм и либид. Ищу варианты. Первое. Надо не искать варианты, а идти ко врачу. То, что вы занимаетесь самолечением, это очень и очень плохо. Потому что перезидол является достаточно слабым антидепрессантом. По нашей классификации это СНД-антидепрессант, СНД маленькая. Зачем усиливать слабый антидепрессант путем добавления грандоксина? Да, действительно, грандоксин способен усиливать, у него есть продофаминергический эффект. Только вопрос, а зачем это все нужно делать? Ведь нужно лечить изначально адекватным антидепрессантом. Так что на самом деле не об усилении надо думать, а о подборе антидепрессанта. Весь мир к ССС не сводится, есть много других антидепрессантов. Еще раз, а с нашей точки зрения, селективный ингибитор обратного захвата серотонина, вообще-то говоря, антидепрессантами не являются, а являются скорее противотревожными препаратами, антиабсессивными. Следующий вопрос. Зачем от ГТР выписывают лирику? Я думаю, что мы сделаем об этом специальный ролик. Это на самом деле очень и очень интересная история. Лирика это американский препарат. И когда его делали в Соединенных Штатах, то предполагалось, что он будет использоваться и при гемезонном тревожном расстройстве. Но Федеральное Ведомство по контролю за качеством лекарств и пищевых продуктов отказало фирме Pfizer представлять вот такому гиганту монстру в том, чтобы зафиксировать это показание в инструкции. Причем, почему это случилось, на самом деле никто не знает. Потому что ФДА никогда не выпускает разъяснений, почему они отказали той или иной компании. Ну, во всех случаев, обычно не выпускает разъяснений. Почему они отказали той или иной компании в регистрации того или иного показания. Что я думаю? Я думаю, что Food and Drug Administration Соединенных Штатов уже тогда знала о том, что первое, что лирика малоэффективна при лечении генерализованного тревожного расстройства. И второе, что они знали, что это связано с риском возникновения зависимости. Именно поэтому они так и поступили. Теперь, ну еще раз говорю, что это мои догадки. Теперь, что случилось дальше? Дальше фармацевтической компании Pfizer удалось зарегистрировать показания генерализованного тревожного расстройства, но уже в Европе. И именно потому, что было зарегистрировано в Европе, вот это показание пришло к нам. Вот почему я всегда говорю, что целесообразно ориентироваться на американский опыт. Он более строгий. Это, конечно, не всегда срабатывает, но часто это срабатывает и уберегает от множества всяких проблем. Следующий вопрос, точнее сказать, много вопросов. Зачем пациентам название рецептурных лекарств в интернетных роликах? Могут сами купить на черном рынке для самолечения? Если вы на стороне пациентов и совершенно беспристрастны, то почему не упоминаете все торговые названия? Например, ориентируясь на индекс Вышковского. На чем основано то, что чешское качество симпатичнее швейцарского или индийского? Второй препарат не продается в Европе из-за сообщения низкой безопасности. Это все, конечно, о раконе. Что я вам хочу сказать о бифене? Что я вам хочу сказать? Зачем пациентам назначение рецептурных лекарств в интернетных роликах? Название. У нас есть целая школа. Еще раз повторюсь, эта школа проходит по следам. Вот, например, на нашем рынке присутствует, поскольку, ну, я вот уже это проанализировал, примерно 10 эстетлопрамов. Их 10, представляете? Вот врач, который выписывает рецепт, он обязан выписать рецепт по международному непатентованному названию. И у вас так будет это звучать. Врач, который работает в психоневрологическом диспансере, он даже не успеет вам ничего сказать по поводу того, какой препарат может быть лучше. Он просто вам выдаст этот рецепт. И, предположим, хорошо, если вы отовариваетесь непосредственно в психоневрологическом диспансере, то есть вы отовариваетесь по льготе, это одна ситуация, вам выдадут то, что было закуплено этим диспансером. Другое дело, если вы пойдете в аптеку и будете покупать это за свои. И особенно, если вы консультируете у частного доктора. То есть вам выписали эстетлопрам, вы приходите в аптеку, говорите, дайте мне эстетлопрам. Но их 10. Что вам дадут? Смотрите, бывают разные ситуации. Очень часто фармацевт получает часть своей зарплаты, ощутимую надбавку за то, что он продает более дорогие препараты. Одна ситуация. Очень часто бывает, что фармацевтические компании вкладываются в фармацевтов для продвижения собственных препаратов. То есть очень велика вероятность, что фармацевт вам выдаст какой-то эстетлопрам, который ему нравится. Теперь наш подход к этому делу. Вы приходите в эту самую аптеку, уже снабженные определенными знаниями. Откуда мы берем эти знания? Мы эти знания берем из государственного реестра лекарственных препаратов. Вот, например, там видно, что, например, есть эстетлопрамы, которые, предположим, производятся, скажем, активные субстанции. Что такое активные субстанции? Активные субстанции – это основа препарата. Это главное, что есть в препарате. Потому что добавить туда какие-то там добавки для того, чтобы был объем, было нормальное покрытие, был цвет – это довольно просто. А вот активные субстанции, вот сам препарат, этот синтез довольно сложный. И, конечно, хорошо бы, чтобы эта активная субстанция синтезировалась бы, ну, скажем, в европейских странах. Это не значит, что в Индии синтезируют плохие активные субстанции. В Индии есть огромное количество, около 10 тысяч фармацевтических компаний. И, конечно же, проанализировать, какая из этих компаний лучше, какая хуже, довольно сложно. Но мы все-таки это делаем. Как мы это делаем? Посмотрите, пожалуйста, на нашей школе. Ну, вот, например, была такая компания MyLine, которая потом объединилась с компанией Обжон. И сейчас это огромный транснациональный картель, где огромное количество фармацевтических предприятий. Конечно, там огромное количество сотрудников. Конечно же, там следят за качеством, как я представляю, проще следить за качеством, чем на какой-нибудь маленькой фабрике, где работает ограниченное количество рабочих. Там даже просто вот этот отдел, который должен следить за качеством. И то он, наверное, будет очень-очень малочисленным. Вот, когда мы все это учитываем, откуда активные субстанции? Ведь разница может быть очень ощутимая. Вот мы фиксировали случаи, когда одна и та же активная субстанция, произведенная на одной и той же индийской фабрике, одной и той же, я подчеркиваю. Но цена препарата в нашей стране может отличаться в разы, то есть в два раза. Хотя, вроде бы, получается, что производится на одной фабрике. Вот это все мы разбираем, это все рассказываем. Наша задача, чтобы пациент пришел в аптеку, четко зная, какой препарат лучше и какой препарат доступнее. При этом мы не навязываем никому свой выбор. Мы рассказываем о том, что вот есть такие препараты, предположим, которые производятся в Европе, есть такие, которые производятся в Индии. Разница в цене там вот такая. Дальше вы выбираете сами. Что касается производства этого самого индекса Вышковского. Не в индексе Вышковского дело. А дело в том, что мы перечисляем эти все препараты, поверьте, без всякого индекса Вышковского. Мы просто заходим на какой-то сайт и смотрим, какие препараты в данное время продаются в нашей стране. И если мы видим там 10 препаратов, мы анализируем 10 препаратов. И не анализируем никакой этот самый индекс Вышковского. Я думаю, что на аптечную сеть в этом отношении ориентироваться гораздо лучше. Ну, на чем основано то, что чешское качество симпатичнее швейцарского или индийского? Я не говорю, что чешское качество симпатичнее швейцарского или индийского. Мы говорим о том, что ракона, активная субстанция для ракона, производится в Чехии. Только одна фармацевтическая фабрика это делает. А феварин, это бренд луксамина, он производится либо в Швейцарии, либо в Индии. То есть, очень велика вероятность, что 50% вероятность, что вы купите препарат, активная субстанция, для которого производится в Индии. И если вы посмотрите, что это за индийская компания, поверьте мне, она не самая крупная. Она, в общем, ну, так скажем, достаточно мелкая компания. И, конечно же, я думаю, что контроль за качеством там меньше, чем за компанией, которая находится на территории Евросоюза. А стоимость, еще раз говорю, раконы в два раза меньше. Соответственно, конечно, вот эти все варианты мы анализируем. Теперь последний вопрос, он касается анвифена. Второй препарат не продается в Европе из-за сообщений о низкой безопасности. Я не знаю, что вы имеете в виду под низкой безопасностью. Значит, анвифен в Европе на самом деле под видом фенебута продается. Например, он зарегистрирован в Латвии в качестве препарата. И он там есть. Поэтому, понимаете, это целая история про эти фенебута, аминофенилмасляная кислота, что я вам очень и очень советую. Пожалуйста, посмотрите мой плейлист анвифен фенебута. Там все это есть. Про статус этого препарата легальный в разных странах абсолютно. Все эти данные есть. Как ни странно, мы еще решили, поскольку такие вопросы идут, еще раз вернуться к анализу этих вопросов. Почему продается, где, под каким названием. Обязательно будем говорить про торговые, конечно, названия. Но я думаю, что это случится недели приблизительно через две. Смотрите нас, как всегда, очень внимательно. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Становитесь зрителями. Рассказывайте про наш канал. Пишите отзывы, комменты, ставьте нам лайки. Хотите отблагодарить нас за этот ролик. Пожалуйста, вы найдете в его описании реквизиты счета. До новых встреч!